Здоровье некоторой части октябинцев в прошлом году доверили коммерсантам. Октябинская железнодорожная больница была передана в частные руки на три года с последующим выкупом. Такое решение по данной больнице приняли в столице, в частности, в Комитете госимущества. Именно в их ведении каким-то образом стали находиться более десяти таких больниц по всей стране. Хотели ли в Комитете привлечь в медицину дополнительные инвестиции и повысить качество обслуживания, пока точно не ясно. Зато в нашем областном центре отношения участников и руководства облздрава явно не залазились. Последние провели проверки в ЖД больницы и решили, что участники не в состоянии обеспечить всех необходимым оборудованием и вообще оказывать качественные медуслуги. Поэтому в ЖД больницы договор по размещению госзаказа ФОМС был расторгнут. По вопросу, что госзаказ будет прекращен на следующий год, ведь еще результаты конкурса ФОМСа не объявлены, поэтому они должны будут сегодня, завтра уже публиковаться. В конце концов, конечно, мы можем обратиться в Комитет госком имущества и сказать, что прекратите этот договор доверительного управления. В начальном этапе нужно брать на баланс эту больницу, вернуть обратно все права коллектива. Инвестор, выбранный по конкурсу, по договору должен был заняться капремонтом, техническим перевооружением, оборудованием, обучением персонала и так далее. Актобе должен был получить высококлассное лечебное учреждение и не нести затрат на содержание. Это выгодно и городу, и пациенту, считает сторона, взявшая в аренду ЖД больницу. В течение года участники действительно провели частично текущий ремонт, установили новые котлы, довели до ума канализационные трубы, высушили подвал и продолжают улучшать состояние больницы. Безусловно, вкладывать деньги просто так ни один частный инвестор не будет. В больнице были и платные услуги, но наряду с этим сохранилось обслуживание пациентов по программе обязательного медстрахования. И для этих пациентов, как и раньше, лечение было бесплатным, но теперь, после скандала и якобы закрытия больницы, это вряд ли сохранится, обращает внимание Ужас Юсубалиев, представитель ТО ЖД больницы. У нас лишается принципа справедливости участвовать как конкурентоспособная медицинская организация. Такими минусами, я вам скажу сразу, не только мы по городу. Такие замечания есть практически у каждой больницы, если так разобраться. Мы можем придраться к любой больнице, но именно почему-то в данном случае придираются к нам. Сейчас развивается направление передачи государственных объектов в частные руки. И вот мы сейчас пользуемся этим, работая, вкладывая, и доверительный управляющий вкладывает свои инвестиции в развитие данной больницы, которая находилась, как я еще раз отмечу, в недовлетворительном состоянии, делала все возможное. А люди, которые сидящие и возмущенные тем, что этого не должно быть и не хотят этого, они создают такой некий ажиотаж. А, к примеру, на ремонт поликлиники вы вкладывали свои инвестиционные собственные средства или изымали какую-то часть из госбюджета? Нет, учредители полностью вкладывали свои средства непосредственно в данную больницу. В правкоме медработников говорят, что регулярно проводят четкий мониторинг деятельности частной организации, переданной в доверительное управление. Отслеживают все индикаторы, которые, кстати, частники якобы вовремя не предоставляют. И сегодня окончательное решение о закрытии больницы не принято. Так сегодня говорит руководитель местного правкома медработников Кайрат Сабаров. Работы по отслеживанию деятельности еще ведутся. Однако заметим, что как раз сейчас в облздравии в правкоме медработников подводят итоги этого эксперимента. Мнения, как водится, разделились. Предприниматели и некоторые врачи двумя руками за, мол, частник всегда эффективнее государства. К слову, в соседних областях подобному сотрудничеству тамошние медицинские чиновники более лояльны. Они объявили дополнительный конкурс на размещение госзаказа. В последнее время, вы знаете, в последние месяцы у нас складывается тоже некое мнение, некое впечатление того, что все-таки, значит, за этим кто-то стоит. Не могу сказать, кто аргументирован, потому что не имеем доказательств, но мы знаем предположительно. Мы считаем, что за этим стоят некие заинтересованные лица, которые хотят воспользоваться тем, что доверительные управляющие вложили немало средства в данный объект. Основные направления они провели, по основным направлениям провели ремонт, то есть, как я уже говорил, водоснажение, газоснабжение, трубы поменяли, космический ремонт провели, закупили необходимые медицинские оборудования. То есть заменить игроков просто хотят? Скорее всего, да, либо же хотят каким-то образом вернуть на баланс, а в последующем обратно забрать уже другие третьи лица частной руки. Как-то так. А вернуть на баланс возможно? Ну, если так посмотреть с юридической точки зрения, то это долгая, длительная игра, но это возможно. А теперь ваши дальнейшие действия. Что вы будете делать, если все-таки не удастся прийти к единому компромиссу? Ну, наши дальнейшие действия мы будем оспаривать до конца, будем отстаивать свою позицию, потому как мы считаем, что это все-таки непорядочно, несправедливо. Руководство же правкома медработников ратует за то, чтобы условия приватизации и передачи в доверительное управление гарантировали сохранение прав работников. В общем, как бы там ни было, складывается впечатление, что обе стороны все-таки конфликтуют, и мало сейчас кто задумывается о нахождении компромисса и тем более благополучии 12 тысяч пациентов. Последние, кстати, намерены найти поддержку у партии власти. Сегодня в этом ведомстве получили письмо обращения от жителей, которые против распределения их в другие поликлиники. Услышать ли в этой ситуации обычных граждан, покажет время.